Приветствую вас, вам предлагают достаточно много взглядов на ваш вопрос, на вашу проблему. Я бы наверное хотел бы предложить вам взглянуть на предательство вообще. Как таковое, несколько иначе, несколько по-другому. Значит во-первых, значит предательство многие, в том числе и вы, к сожалению, понимают неправильно. Что есть предательство, давайте для начала разберемся с этим. Ведь многие люди предательством считают, к примеру, невозможность для человека сделать что-либо, что ему сделать хочется. Или напротив, возможность для человека сделать то, что ему хочется. То есть предательством считается то, что человек делает якобы выщерб другому, обманывая другого, в частности обманывая ожидания другого. Вот, и соответственно, обманывая ожидания другого, человек якобы сручает предательство на деле, это немножечко не так. Так, считается заключается в том, ключевая, что предательством можно считать такое действие, которое вызывает сожаление у предателя. У того, кто предательство на деле, у того, кто предал. Если действие такого чувства не вызывает, то есть, ну вот, не вызывает действие чувства. Чувства, сожалению, там, раскаяности, вот, если человек не раскаивается, вот, в том, что он сделал, допустим. То в таком случае это предательство не считать нельзя. Вот. Ни в коем случае в таком, вот, в такой форме, да, это предательством не считается. Если же были совершены какие-то действия в адрес человека. Ну вот, в данном случае вы совершили или хотите совершить или совершили какие-то действия, которые вам по той или иной причине кажутся, ну, неверными, неправильными. Это предательством не является, если при этом вы не чувствуете раскаяния. Причем, чувство вины, которое вы можете испытывать. Именно чувство вины и раскаяния. Вещи разные. Убедительная просьба, это не путать. То есть, разные вещи, когда вы раскаиваете, то есть, понимаете, что человеку это, по сути, больно сделали, да. И когда вы себя вините. Потому что обвинение это из серии я должна. Обвинение это из серии так положено. Обвинение это из серии так нужно, так принято. Обвинение к человеку это отношение, ну, имеет весьма-весьма посредственно, на мой взгляд. По моему мнению. Вот. Значит, если вы разведетесь со своим мужем, и при этом не будете чувствовать раскаяния перед ним, повторюсь, именно раскаяния, что вину вы будете чувствовать это, скорее всего. Если вы не будете чувствовать раскаяния перед мужем, то предательством это не является. Но это является вашим естественным действием. Вашим адекватным действием. Это является вашим проявлением, скажем так. Проявлением, ну, образно говоря, себя. Проявлением своих, ваших желаний, ваших потребностей, ваших ценностей и так далее. Является ли это нормой? Да, является. Всегда ли это идет, значит, в согласии с другими людьми? Конечно, нет. Я думаю, что вы это знаете. Если вы будете несчастливы, то опять же, далеко не всегда это тот факт, что вы несчастливы будете. Можно назвать предательство по отношению к себе. Потому что, как вы уже поняли, предательство это в том, только в том случае, если человек жалеет о том, что сделал. Понимаете? Вот объективно, предательство только в этом случае. Потому что здесь важно не отходить от истоков. То есть, кто считает то или иное действие, да, предательство. Кто может считать? Только человек. А как человек определить предательство это было или нет? Только через свои ощущения. Но другой человек всегда смотрит субъективно, со своей точки зрения. Он не может объективно сказать предали или нет. Предал ли его другой или нет. А вот кто-то предал, может объективно это сказать. Объективно ее предательство. Правда, сложно в этом признаться. Это тоже деталь. Поэтому, есть такие люди, которые оставаясь несчастными, считают, например, что они должны быть несчастными. И в таком случае, предателями самих себя они не являются. Нет, они себе вредят. Они, конечно же, себя предают, но таковыми для самих себя они не являются. И вот это, пожалуй, и есть ключевой фактор оценки, когда одно и то же действие может быть предательством, а когда нет. Ведь другие люди почти всегда воспримут действие, какое-либо действие не в своих интересах, да, не в своих интересах, как предательство. Почти всегда. Но, являются ли они, являются ли они эти действия от этого, от того, что их так восприняли, таковыми? Конечно же нет. Я надеюсь, что феномен предательство вы теперь понимаете лучше. Я, безусловно, не считаю, что вы с первого раза это поймете. Но, по крайней мере, надеюсь, что ваше понимание немного улучшилось. Хотелось бы обратить ваше внимание еще на вот какой момент, связанный с вашей уверенностью в себе. То есть, понимаете, вы как будто бы спрашиваете у нас разрешение на то, как поступить. Это свидетельствует о том, что в себе вы уверены недостаточно хорошо, недостаточно сильно, и мне кажется, что это тоже момент для работы с бабе. Потому что, возможно, если вы будете лучше себя чувствовать, лучше себя воспринимать, проблем с выбором проблем у вас не будет. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. Я бы рекомендовал сперва поразмыслить именно над причинами вашей неуверенности, над самой причиной вопроса. И поработать с этими причинами. И в итоге прийти к своей позиции, четкой, ясной позиции, относительно того, как ситуация, ну, должна развиваться. И тогда, я думаю, вам будет хорошо. Тогда, я думаю, вам будет лучше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Они apertут мангетные мечты. Иди отсюда на сцену.